Всем привет! Вы смотрите репортаж Сентифрод Раша 2017 и получаете всю самую важную информацию прямо из первых рук. Ну, а точнее из руки. Нет-нет, ничего серьезного, я просто ноготь сломала. Год вот-вот заканчивается, и мы уже подводили итоги, но тут появилась информация, которую мы не можем не поделиться. Согласно результатам отчета Международного Союза Электросвязи при ООН, Россия заняла 10-е место в мире по готовности к кибератагам. Представляете, 10-е во всем мире. Да это же лучше, чем на последних футбольных чемпионатах. И хотя мы опередили такие IT-державы, как Великобритания, Израиль, даже Гондурас, мы оказались позади США и Грузии и почему-то Маврикия. А знаете, что еще 10-е? 10-й грядущий Уральский форум, который состоится в феврале следующего года. Так что мы ждем его всем миром и с нетерпением. А вообще в 2017 году бизнес и государство обратили в свой взор на новые технологии. Так, например, россиянам запретили пользоваться, а прессе рассказывать про нечто из трех букв. Ввели лицензирование СОК, а еще экономику обязали быть не только экономной, но и цифровой. Постоянной темой для обсуждений были и остаются биткоины и технологии блокчейн в целом. Вот финансы в Род Раши решили не отказывать себя в удовольствии и обсудить, что же хорошего, а что опасного в этой технологии. Мы тоже решили за нее ухватиться и спросить у участников, нужен ли, собственно, блокчейн в информационной безопасности и верят ли в него специалисты. Вопрос отнюдь не праздный, потому что недавно на СОК-форуме обсуждали возможность использования блокчейн для сбора и обобщения информации об инцидентах. А что думают об этом участники антифрут Раша? Узнаем об этом прямо сейчас. Поехали! Я считаю, что блокчейн – это технология будущего, не только в информационной безопасности, но вообще в мире IT-технологий. Сама идея составления блоков, составления указания подписи и раскрытия всей информации о платежах, о всех сообщениях всем участникам данной цепочки. К сожалению, сейчас пытаются его использовать где только можно. Даже и политики, и чиновники говорят, вот сюда прикрутим, сюда прикрутим. Есть определенная узкая область применения. Приватный блокчейн хорошо использовать, если нужно быстро наладить какое-то взаимодействие между связанными организациями. Можно класть выписываемые сертификаты в блокчейн и тем самым избегать централизованного certification authority. Действительно дает некоторые преимущества. Там, где нужно подтверждать неизменность каких-то событий и доступность этих событий для участников обмена информацией. Это могут быть, например, черные списки. Intelligence-отчет, который дополняется аналитиками и важно понимать, кто что добавит. Во всех остальных, ну, сейчас вот плохая мода прикручивать блокчейн к чему угодно, она не нужна. Есть много вещей, которые без него работают нормально и не нужно их трогать. Вот история, давайте использовать блокчейн везде, эта история плохая. Где его не надо использовать, например, если вы хотите сделать розреестр на блокчейне. Как бы там и так централизованная система, там и так можно прикрутить все эти преимущества, которые дает блокчейн, можно и так прикрутить. Нет необходимости как-то делать это децентрализованно, распределять и так далее. У вас должны быть веские основания использовать именно блокчейн, если вы что-то можете сделать централизованно. Для тех, кто пока не уловил суть блокчейна, у нас есть аналогия. Представьте себе игру в бесконечное домино, где доложить костяшку может любой, но если она продолжает цепочку. Убрать или подменить уже имеющееся звено невозможно, и так как это сломает всю цепь. А контроль обеспечивают сложные криптографические алгоритмы, поэтому все участники либо играют открыто и честно, либо не играют вообще. Безусловно, желающие сломать систему, они находятся, особенно когда стоимость одной костяшки превышает 10 тысяч долларов. И уже на некоторых конференциях рассказывают о том, как взломать блокчейн. Так что при вопросе о надежности этой технологии, безопасники немножечко хлык. Блокчейн очень серьезные проблемы с юридической значимостью, то есть с моментами, связанными с выполнением на территории той или иной страны требований законодательства. Поскольку в настоящее время нормативная база не проработана, и большое количество есть противников этой технологии в сфере чиновников, в сфере юристов, будет сложность применения ее именно в этих сферах финансовых и государственных сфер. Проблема две. В каких-то протоколах это скорость, а в каких-то это люди, которые потом начинают использовать, имплементировать этот протокол. Что мы аудировали, там 40% проектов содержатся уязвимости очень простые. Поэтому проблема, узким звеном является сам проект, который внедряет протокол. Блокчейн это медленно, немасштабируемо. Но в некоторых реализациях еще и очень энергозатратно. То, что он приносит какие-то риски, нет, я бы не сказал. Если сделать нормально, нормально будет. Другое дело, что сейчас более популярны становятся смарт-контракты, и вот они открывают очень широкие возможности для взломов. Сейчас, к сожалению, платформа эфирм это один большой хакатон, потому что смарт-контракты пишут люди, и в них регулярно находят ошибки. В том числе и если контракты пишут профессионалы. Пока скептики сомневаются, энтузиасты спешат экспериментировать. Буквально 29 ноября Сбербанк заявил о проведении первой в России платежной транзакции с использованием технологии блокчейна. Куда заведут эти эксперименты, мы, я думаю, увидим в ближайшем будущем. Но, как бы то ни было, по миру уже запущены десятки подобных проектов с участием крупных корпораций и госструктур. Но а какие надежды возлагают на блокчейн российские бешники? Некоторые эксперименты считают, что эта технология сродни некоторому мыльному пузырю, пирамиде. И эти суждения не лишены аргументов, но технически этого можно избежать. Национальный расчетный депозитарий совместно с Центральным банком проводят сейчас пилотное внедрение технологий на закрытом контуре, где количество участников ограничено и где важным аспектом является юридическая значимость обмена и наличие прозрачной истории всего этого обмена сообщениями, документами, связанными с ценными бумагами. Я думаю, что большинство российских банков будут использовать технологии, но именно, я подчеркиваю, в закрытом контуре. Очень много мусорных проектов, которые занимаются, так называемым, чейнвошингом. Они говорят, давайте возьмем старую, хорошую, понятную вещь и прикрутим в нее блокчейн. И после этого еще выведем это на ICO и соберем денег. К сожалению, это вот только мешает развитию блокчейна и распыляет внимание. Однако, если смотреть, например, на американский консорциум банков, который называется R3, он блокчейн консорциум, который очень твердо и четко заявил, мы блокчейн использовать не будем. Шум вокруг блокчейна сильно переоценен, в общем, ну, как-то перегрета эта тема. И очень это все опасно, то есть будет обман ожиданий. Тема блокчейна – это продолжение списка новых технологий, которые выбрали сейчас на рынок информационной безопасности. Включая большие данные, искусственный интеллект, поведенческий анализ и прочее, прочее, прочее. Общее у них то, что они все еще не доказали свою состоятельность. Что останется просто блокчейна? В первую очередь разочарование скептики, которые будут трубить, что мы все знали, мы предупреждали. Но останутся очень тихие практики, которые неожиданно будут показывать какие-то результаты. С точки зрения специалиста по безопасности платежей, по антифроду, наша задача сейчас – проверить эту технологию на возможные уязвимости. То есть будет ли эта технология безопасна для клиентов, мы пока еще не знаем. Это новое, но время покажет. Тут даже счет идет не на годы, а на месяцы. Но с моей точки зрения, конечно, технология безопасна. Ну и подводя итоги, знаешь, что я заметила? Больше всего неоднозначности звучало в ответах на вопрос о возможности применения блокчейна в информационной безопасности. Нет, это ей понятно. Сообщество со свойственными ему консерватизмом и паранойей не спешит бросаться на новую и непроверенную технологию. Тем более, ты сам знаешь, в информационной безопасности есть решения, которые пусть и не такие модные, но зато хорошо справляются со своими задачами. Конечно, я согласна, блокчейн можно использовать, ну, например, для верификации обновлений программного обеспечения или при обмене информацией об инцидентах. Блокчейн сделает этот процесс лучше, безопасней, но чудо, сопоставимого с масштабами ожидания, я считаю, не произойдет. Так что истина где-то рядом. Я думаю, что буквально в 2018 году, когда состоятельность технологий подтвердится хоть как-то, хоть где-то реализованными проектами, я думаю, что их сделают технологические гиганты. Так что будем завершать наш репортаж и ожидать этих результатов, ну, и еще 10-го Уральского форума. Снег, горы, информационная безопасность, эх, до чего рассказывать, лучше приезжай сам. Это стоит хоть раз увидеть. Спасибо, что были с нами, ставьте нам лайки, спорьте в комментариях облачении, блокфлеты, бок, ноты, о чем угодно. Главное, не переубивайте друг друга. Всем спасибо, всем пока. Когда я говорю безопасно, это означает более безопасно, чем что-то другое. Я человек, который не верит 100% безопасность нигде. Если кто-то вам говорит, что что-то безопасно 100%, человек врет. Безопасно для меня, это безопасно выше, чем обычно. То есть, например, на Крылатской улице безопасно, в Измайлово не безопасно. Окей. Можно ли поучить в Крылатском? Можно. Но там все-таки безопасно.